Владимир, как вы прокомментируете сегодняшнее решение суда? Вы недавно вышли на свободу. Ваши ощущения от сегодняшнего решения суда? На мой взгляд, судья не хочет брать на себя ответственность по показательной расправе над политическим активистом. И хочет свалить ответственность на какого-то иного судью. Возможно, это решение, так же как и решение о возврате дела в прокуратуру, дело Удальцова-Разважаева, так называемого, было принято в связи с общественной активностью последних месяцев и лет, в том числе с активностью по борьбе за политзаключенных. Если бы сотни тысяч, десятки тысяч людей не выходили на разные акции в поддержку политических заключенных, как фигурантов дела 6 мая, так и других сидельцев, то подобных решений не было бы. Люди в мантиях, вообще государственные служащие, не желают брать на себя ответственность. Это было практически невозможно в былые годы. И, на мой взгляд, это является свидетельством того, что режим постепенно слабеет. Разумеется, до кардинальных общественных преобразований, которые отнюдь не сводятся к уходу Владимира Путина с поста президента России. Мы должны это принять отчетливо. Разумеется, до каких-то глубоких общественных реформ. Дело еще далеко. Предстоит очень много борьбы. Но я вижу более ясные перспективы для более светлых времен, чем раньше. Давайте сравним нынешнее время. Время уличного протеста, время развития проектной деятельности, время пробуждения индивидов и самоорганизации масс с мертвящим временем второго путинского срока, когда на марше несогласных, на самые значимые акции этого времени, выходило в лучшем случае несколько тысяч человек в огромном многомиллионном городе. Эти марши несогласных жестоко разгонялись, а подавляющее большинство граждан были далеки от политики. И на волне нынешних болевых точек, за счет нынешних болевых точек, в том числе того, что в стране до сих пор продолжают существовать политзаключенные, в волонтерское движение, в гражданское движение приходят новые люди. И я очень рад, что, прожив весьма непростой период, я позволял людям начинать вести борьбу за насущные людские права, начинать рубиться за других людей. Я очень рад, что могу ощущать свою полезность обществу. Володя, скажите, пожалуйста, а ваше ощущение, вас выпустили по какой-то политической воле, или это все-таки суд у нас независимый? Нет, это политическая воля, причем личная политическая воля Владимира Путина, однако это даже ублюдочная куция амнистия, которая затронула совсем немного политзаключенных, и в целом не обрела того широкого характера, который обещался. Даже эта точечная амнистия, она была бы невозможна без масштабного общественного давления. И я в тюрьме, из тюрьмы смотрел кадры марша миллионов, смотрел кадры с акцией в поддержку политзаключенных, и я был приятно удивлен, что 6 мая 2013 года, через год после кровавого разгона марша миллионов, на Болотной площади собрались десятки тысяч человек, причем как из Москвы, так и из других регионов. То есть мы, я и другие ребята, ощущали эту общественную поддержку, благодаря тому, что могли смотреть телевизоры, которые нам передавала общественность, благодаря тому, что мы были подписаны на прессу, благодаря тому, что нам писалось множество писем. Несколько дней назад я забрал из-за бутырка вещи, в том числе порядка тысячи электронных писем, которые я бережно храню и пересчитываю тогда, когда мне было тяжело. И я обретал уверенность, это помогало мне не унывать, я осознавал, что за меня и за других ребят борются. Множество святых людей, как наших старых знакомых, наших родных, так и наших новых друзей, наших симпатизантов. Владимир, у вас есть ощущение, что выпустят остальных фигурантов по делу 6 мая? Или нет такого ощущения? Освобождение других ребят, сидящих по Болотному делу, может стать реальностью только в том случае, если общество будет показывать власти, что огромные массы народа заинтересованы в освобождении наших друзей. А что для этого надо сделать, чтобы огромные массы народа высказали свою заинтересованность? Для этого нужно продолжать заниматься теми вещами, которыми гражданское общество занимается на протяжении как минимум полутора лет. То есть собирать подписи за освобождение людей, распространять информацию, поставить раздачу листовок, рассказов на работе среди друзей, написанием статей и постов в соцсетях, собирать обязательно деньги на адвокатов, на дачки ребятам, обязательно собирать очень мощные акции протеста. Я был приятно удивлен тем, что многие сотни людей пришли на акцию «Почта свободы», прошедшую близ памятника Лермонтова на Красных Воротах. Однако нужны многотысячные акции. Я считаю важным в начале года, в январе-феврале, собрать митинг, а возможно митинг-концерт на одной из центральных площадей Москвы, а также провести различные акции в других российских регионах, за рубежом, собрать многотысячные митинги и показать власти, что мы хотим видеть на свободе оставшихся узников 6 мая и других политзаключенных. И еще один вопрос, наверное, самый последний сегодня. Свободу, в принципе, можно отнять у человека? Внутреннюю свободу отнять невозможно. Можно запереть человека в четырех стенах, но если человек имеет стержень, если он работает над собой, если он знает, что он дорог многим людям и может приносить пользу обществу, как в тюрьме, так и оказавшись на воле, то человек не сломается. Он просидит, пройдет этот этап жизненный плена легче, явно легче. Спасибо вам большое. Свободы вам. Спасибо. Свободу всем политзаключенным. Субтитры подогнал «Симон»